Слава Украине! Привет всем от Полонского! Доброе утро! Утро действительно доброе, почему? Потому что, во-первых, штаты с союзниками начали гасить Бармалеев в Бабельмандепском проливе. Это комичная ситуация, честно говоря, о ней потом расскажу. А второе, сегодня с утра есть очень много важных заявлений от наших союзников о помощи Украине. Начнем с самого главного нашего союзника, того, который, собственно говоря, помог нам выжить, благодаря которому мы выжили. Это Великобритания. Я имею ввиду 22-й год. Вспомним казака Джансенюка, который спас нас всех тогда. С которой начал. Который знал, что Путин нападет и спас нас всех тогда. Да. Ну и мы все прекрасно помним, какие надежды были у расистов на то, чтобы снять Джансенюка и на то, чтобы поставить, заменить кем-то другим, кто не будет так, как Джансенюк, помогать Украине. Вот. Они тогда поставили... Они тогда поставили все на реши Сундука. Почему они так решили, я, конечно, не знаю. И что... Ну, чем они руководствовались? Они просто руководствовались, что Джансенюк для них абсолютно неприемлем. Значит, нужен кто-то другой. Потом пришла Элистрас, но там было коротко. Вот. Потом пришел реши Сунак, и они решили, что тут-то они своего добились. Ну, добились. Сегодня увидите, как вы добились своего. Значит, Сунак сегодня приезжает в Киеве. Я не знаю, может, уже приехал. Тут тяжело сказать. В любом случае, он везет нам два очень важных месседжа. Ну, как месседжи? Это не месседжи. Это куча оружия. Первое — это подписание договора гарантиям Украине. Вот. Посмотрим, в каких он там масштабах будет подписан, что и как произойдет. Но, в любом случае, это крайне важно, потому что договор обеспечивает нашу безопасность на годы наперед. То есть, Россия или то, что после нее, после войны останется, будет значим в случае нападения на Украину. Последствия будут вот такими, такими, такими и такими. А мы получим, соответственно, такую, такую, такую помощь от Великобритании. Еще раз напомню, что именно Великобритания начала помогать нам в декабре 2021 года, если вы помните, когда к нам полетели первые самолеты. Они были не из Штатов, не из Германии, они были из Англии. И они нам накидали этих вот НЛАВов, которые мы сожгли потом. Все российские танки вот под Киевом, под Сумами, под Черниговом. Да, те самые чудные НЛАВы, которые помогли нам выжить. Потом уже Штаты начали помогать, но это было позже. Да, так вот. Сегодня приезжает, хотел сказать, Джон Санюк, нет, Риши Санак. И он объявит о рекордном пакете американской, нет, не американской, английской военной помощи на текущий год. Сумма пакета составит 2 миллиарда 500 миллионов фунтов стерлинга. Ну, я так понимаю, это где-то около 3 миллиардов долларов. И будет включать в себя очень интересные компоненты. Прежде всего, это ракеты дальнего радиуса действия. Ну, что мы считаем дальним радиусом действия? Километров, наверное, 300, может, 500. То есть, речь пойдет, конечно же, о Storm Shadow, которые, как мы видим, прекрасно не особо-то могут перехватывать дырявые российские ПВО, которые, это, собственно, такой ракетой был уничтожен штаб Черноморского флота, да и куча кораблей российских, которые там были. Уже это перечислять надоело. Да, так вот, вот эти ракеты. Будут ПВО, будет ПВО. Какое именно, мы узнаем чуть позже. Будет очень много дронов. Будут дроны разведывательные. Это, кстати, будет рекордная поставка из-за границы нам дронов. То есть, Великобритания захватывает лидерство в плане поставки в Украину дронов. Будут дроны разведывательные. Будут дроны камикадзе. И, внимание, будут морские дроны дальнего действия. То есть, надо уничтожать российский флот. Надо его просто заводить на ноль. И у нас, конечно, есть свои дроны. Но, сами понимаете, лишний, как говорится, дрон в заднице у Черноморского флота не помеха. Так что, английские военные, морские дроны дальнего действия, надо кошмарить их, как он там называется, Новороссийский, Чикарат Портнер называется, Туапсе, Шмопсе, Кондропупить их везде, да? Чтобы российский фашистский Черноморский флот был хорошим. Хорошим в смысле ржавым и утонувшим. Вот так вот. А дроны туда достают. Так что, рекордный по величине пакет помощи от Великобритании ожидаем сейчас. Ну и, а, артиллерийские снаряды, само собой, разумеется. Ну, понимаете, сейчас еще нет итогового документа по итогам визита в Киев, да? Но сегодня будут переговоры. Сегодня объявят о пакете военной помощи. Мы увидим более конкретно, возможно, что это будет. Может, уже что-то приехало. Наверняка, что-то уже приехало. Вот. Также, кроме Великобритании, вчера вот Зеленский был в Эстонии, Латвии, Литве. Надо сказать, что они маленькие страны. Но если посмотреть, какую помощь эти ребята нам оказывают, относительно своего собственного, даже не военного, а общего бюджета, она сумасшедшая. Она сумасшедшая, на самом деле, эта помощь. Там и ПЗРК, там и артиллерийские снаряды. Я говорю сейчас о всех трех балтийских странах. Самое главное, что там и автотехника, там и броня, и так далее, и так далее. Даже самолеты передают маленькие. Это не боевые самолеты, такие патрульные самолеты. Даже это, Тарагон называется. Даже самолеты. То есть, я еще сегодня буду рассказывать о том, что Италия нам передает. Италия тоже заявила. И НАТО заявило о большом пакете помощи. То есть, смотрите, в условиях пока в Штатах, не то что непонятно, они все равно дадут эту помощь. Но в Штатах, там пока бодаются республикации с демократами, Европа наконец-то раздуплилась. И немножечко стала Англией вся Европа. Потому что мы знаем, что Англию не нужно было шевелить. Англия с первого дня. Друзья познаются в беде. Англия нам помогала с первого дня. Э, Европа там спала, доедала сосиску. Но вот сейчас, видимо, сосиску уже доели. Поняли, что если с нами что-то не так, то завтра воевать придется уже им с этими вот Бармалеями. Из Сибири. Пока их там Путин всех не утилизирует до последнего. Вот. А Европа что-то воевать сама не хочет. Поэтому будет на помощь, не волнуйте, все нормально. Вот. Welcome, Rishi Sunak. Боже храни королеву.